Стены в подтёках, жёлтые от воды потолки и влажность, как в бане. Своё жильё собственники дома на улице Волгоградской, 34-2, сравнивают с парилкой. В съёмочной группе тяжело находиться, в квартирах с такими условиями, а люди живут здесь не один год. Дом обслуживает управляющая компания «Стимул». Старший ребёнок у меня бронхиальная астма, ночью кашляет из-за того, что сырость дома образовалась, потолок сырой, всё это не высохло. После нескольких там заявлений о составлении актов нам выплатили 10 тысяч. Нет такого помещения в квартире, нет такой, ни одной комнаты, которая не была бы вот таким образом у меня изувечена. Вытаскивали все ковры, падали обои, выжимали ночами тряпки и затопили, и протекло всё к нижним соседям. Вода была, шишку дзам, всё это ремонт делается. А кто будет это, я не знаю. Я нанимала людей, мне приходили люди, делали. У меня тоже таких этих возможных есть, чтобы каждый раз делать ремонт. Как утверждают собственники, крышу дома чинили прошлым летом. Теперь в тёплые дни снег тает, а вместе с этим капает с потолков квартир. Особенно, по словам жильцов, во время уборки снега с крыши работниками стимула увеличиваются водяные подтёки, а дом ходит худуном. Лопаты ручками чистят, какой может быть худуном. Вот все верхние этажи, у которых неправильно сделаны балконы, будем на всех подавать суд. А демонтажи, потому что мы за них не должны чистить снег на этих козырьках. Козырьки на балконах утверждают в управляющей компании и являются одной из основных причин протечек. По их словам, снег застаивается именно там, и с отепелью вода в дом попадает через оконные проёмы. Однако, собственники уверяют, что такие козырьки располагаются не во всех квартирах, а в плановый майский ремонт крыши жильцы не верят.